Всем привет! Добро пожаловать на мой канал о вязании. Меня зовут Света. Сегодня я вам расскажу о своих планах, какие игрушечки буду вязать в ближайшие дни. И еще я покажу свои продвижения в марафоне, о котором я вам рассказывала в предыдущем видео. И начну я, пожалуй, с марафона. Напомню, это онлайн-марафон, который проходит в инстаграме по вязанию игрушечки Бельчонка Шуни. И первым этапом было задание связать голову и ушки. И вот такая вот головушка у меня получилась. Очень симпатичная. Я немного изменила кисточки на ушках, сделала их более пушистыми, расслоила ниточки и добавила немного беленькой. Вяжу я этого Бельчонка из пряжи Ярнар Джинс. Напомню, это 50-граммовый моточек, 160 метров. Состав этой пряжи 55% хлопка и 45% полиакрила. Ярко-оранжевый оттенок пряжи номер 77. Сегодня вышел уже второй этап этого марафона и задание связать тело и грудку. И в описании для этого Бельчонка белая грудка вяжется из такой же пряжи. Но своему Бельчонку я буду грудку вязать из белой пряжи софти. Думаю, что получится очень даже красиво. Еще в этой корзинке у меня лежит пару моточков такой же оранжевой пряжи. Это номер 77. И один моточек беленькой пряжи номер 62. Из них я буду вязать детальки для моих любимых лисичек. В этом месяце мне нужно связать 5 лисичек. Их я буду вязать параллельно с другими игрушечками. Так. Про эту корзиночку я вам рассказала. А сейчас я вам расскажу, что я буду вязать из вот такого вот яркого набора пряжи. Желтая и салатовая это пряжа Alize Cotton Gold. Салатовая номер цвета 612, а желтая 110. Серенькая это YarnArt Jeans номер 46. Розовая номер 36. И голубенькая 76. Из этого набора пряжи я буду вязать сереньких зайчишек в разноцветных платьишках. Описание на этих зайчиков я нашла в инстаграме. Ссылочку обязательно на это описание оставлю вам внизу под видео. Вот такие вот у меня планы. Я буду приступать к вязанию зайчишек и буду продолжать вязать марафон бельчонка Шуню. И к вам обязательно подключусь. Буду показывать все, что у меня получится. Всем привет! Хочу с вами поделиться своим продвижением. И показать, какие заготовочки для игрушечек у меня уже связались. Для белочки. Голова у меня уже была связана. Я связала вот такое вот тельце. Для него мне осталось довязать беленькую грудку. Еще я связала вот такие вот две ручки. И вот такие вот две ножки. Я детальки полностью эти не закрывала. Потому что не знаю, насколько плотно мне надо набить эти детальки. Потому что ручки и ножки у этой белочки будут на нитяном креплении. И сегодня уже 9 августа вышел последний этап по этой игрушечке. Осталось связать хвостик. И когда хвостик будет связан, в принципе, можно будет уже оформлять эту игрушечку. Еще хочу вам показать вот такую вот корзиночку. С связанными детальками для 4 зайчишек. Эти зайчишки будут вот в таких вот красивых ярких платьишках. В принципе, здесь уже все детальки связаны. Мне осталось только их пришить и оформить им мордашки. Сейчас я вам покажу пару моточков пряжи и расскажу, зачем я ее купила. Это вот такие вот красивые оттенки пряжи Yarnar Jeans. Желтая номер 35 и новый оттенок терракотовый номер 85. И ее я купила еще для одного марафона в Инстаграме. Начало этого марафона было 5 августа. Я игрушечку вяжу немного с опозданием, но надеюсь, у меня все получится. И одна деталька для этой игрушки у меня уже готова. Это вот такое вот тельце с ножками. Кто уже догадался, кто это будет? Ладно, не буду томить. Это будет маленький львенок. Честно признаюсь, мне эту игрушку сложновато вязать. И если у меня все получится и игрушка будет готова, я вам обязательно расскажу, почему мне ее сложно вязать. А я буду приступать к оформлению и сборке 4 зайчишек. Буду вязать хвостик для бельчонка. И вам покажу уже готовые результаты. Всем привет! Вот такие вот красивые нарядные зайки в ярких платьишках у меня получились. Высота этих зайок 16 см. Глазики у них на безопасном креплении 8 мм. А носик и реснички вышиты ниточкой. На ушки пришит бантик. Вот такие вот красивые, миленькие зайки. И честно говоря, этих зайок я хотела вам показать еще пару дней назад. Но у меня не было возможности доснять видео. Мы всей семьей ездили в запланированную поездку в Киев. И сегодня мы уже вернулись домой. И я быстренько хочу доснять видео, чтобы вам показать. И кроме этих зайок у меня есть еще одна готовая работа. Сейчас я зайок подвину. И это вот такой вот бельтенок Шуня. Он получился очень классный. Такой забавный. Как я и говорила, беленькую грудку я ему связала из белой пряжи софти. Ручки и ножки сделала ему на нитяном креплении. Хвостик автор предлагал связать из пушистой пряжи, пряжей травка. Но своему бельтенку я его связала из пряжи джинс. Он получился очень забавным. Вот такой вот Шуня. Сейчас я вам покажу еще продвижение по марафону вязанию львенка. Вот такое вот у меня продвижение. Для этого львенка я довязала ручки. Вязала их в тело по ходу вязания. И оформила штанишки. Связала вот такие вот подтяжки. Честно признаюсь, этому львенку я пробовала связать голову по описанию. Но результатом я недовольна. Мне не нравится, какая деталька у меня получается. Я попробую связать для этого львенка еще раз голову по описанию автора. Если я результатом обратно буду недовольна. Переделаю немного схему. И вам обязательно расскажу и покажу. Немного не успела доснять видео. Дети вернулись в прогулки. И немного меня отвлекли. Я вам рассказывала про игрушечку львенка. Я продолжаю его вязать. Все, что будет у меня получаться, обязательно вам покажу. И пока мы были в Киеве, я конечно же с собой брала пряжу. С надеждой, что удастся мне хоть немного повязать. И вот, что у меня получилось связать. Это две основы для двух енотиков. Это основа для тела из акриловой пряжи. И вот это из пряжи полухлопок. Ализе Катон Голд. По цвету они немного отличаются. Но я уверена, что енотик из полухлопка получится не менее красивый, чем енотик из акрила. Вот такие вот у меня результаты и продвижения по вязанию на данный момент. И на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Сейчас я вам вставлю маленький фрагмент видео из нашей прогулки по Киеву. А с вами мы увидимся уже очень скоро в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok